Мы имеем две картины. Одна картина – это ряд форе, то есть мы имеем натуральное число. Мы записали подряд все рациональные числа со знаменацией «восходящей у», то есть все не сократили на уровне. Я думаю, вот только что, посчитали о своем доме, что это функция «восходящая у нас». Посчитали мы, ввели в наше рассмотрение вот такой вот предел, функцию «восходящая у нас». Оказалось, что это просто равно х. То есть у нее прекрасный такой график, как график здесь не действует. Х вот это. В номер ноль, в единицкие единицы, в 1, 2, 1, 2. А чуть ранее мы рассмотрели другую вопрос с последовательностью. Так как и в ноль, как это было. Это не накопление, что это всё. В этом все проходим. Вн. Вн. У нас было такое бинарное дерево, поглошенное в результате последовательно взять один один последовательно взятие диамта и так далее. И мы взяли N в первую очередь. N для объединения всех крупней до N до включителя. Значит, это последовательно. Она у нас обозначалась 0,5. Кси, 1, Nd. Кси, Nd, 1, Nd. Здесь мы тоже написали все распределение. Она оказалась не столько реальной. Она оказалась в вопрос функции методовского. График придет более хитрый. Соответственно, 0,1, 0,1, 0,1, 1,2, 1,2, 1,2. Вот это диагональ. В общем, вот такой график. Он такой простой график. Он такой простой график. И вот я сегодня постыдаю скрукулировать одну нерешенную задачу, касающуюся именно постановки Стану Средневенковского, у которой есть классический, но в какой-то вере решенный аналог. Итак, давайте обратимся вот этой первой постановке. И еще одно замечание. Я вот все время употребляю вот эти слова, что первая постановка, это классическая постановка. А вот это, но в каком-то смысле, давайте раз в каком-то смысле слова, это не классическая. Уместная задача, а уместная, потому что она связана с очень важной задачей, математикой. И сегодня я, наверное, ограничу сколько формулировок, потому что доказательства, они технически несколько более сложные, чем то, что говорилось раньше. Итак, давайте нареду с нашей последовательности ФИОТКУ. Значит, сколько мне элементов? ФИКУ плюс один. А про ФИКУ мы уже помним, мы писали, что это не сумма по н непревосходящему ФИОТКУ, функции ФИОТКУ. И мы даже при этом доказали, что это три разделили на один квадрат. ФИКУ квадрат плюс достаточный член. Что такое доказательство? Итак, давайте мы посмотрим на вот эту последовательность, вот с какой точки зрения. мы возьмем сколько в ней элементов? Ну, ФИОТКУ плюс один. Давайте мы рассмотрим равномерную последовательность, которая выше – хорошо, равномерную последовательность, которая выше – хорошо, равномерную последовательность. Сколько же элементов? Ну, что это за последовательность? Это ноль разделить на ФИКУ, один разделить на ФИКУ, два разделить на ФИКУ, и так далее. ФИКУ минус один разделить на ФИКУ, и ФИКУ, фИКУ, которая на сети. Давайте рассмотрим вот такую вот начинку. Мы осуществляем, мы берем житые элементы, настоящие последовательности, которые возникли из ассоциальных чисел, и мы смотрим, насколько он Он отличается от жидкого элемента искусственной последовательности. То есть вот у нас медленно-куан нафеку. О, спасибо, да-да-да, я же специально, извините, я специально начал с того, что я писал создатель нафеку. А тут это было описано. Итак, начнем. Берем ту последовательность, которая получилась в природе. Из вот этого дерева, когда мы его обрубили, построив всерациональный рисунок нафеку. И берем усиливаем боли столько же чисел и расставляем их равномерно. Ноль и один раз лет нафеку, два раз лет нафеку. Спрашивается, вот эта равномерная искусственно созданная последовательность из того же количества медленных. Насколько она отличается от той последовательности, которую нам дала природа. Вот жидкий элемент на той последовательности. Уменьшает звук. Из него посчитается уже церемонтированная последовательность. Возводим интенсионный квадрат. Елисунь георген. Пожи от нуля до фи. Я говорю, что мы называем Дель-центрисовку. Ну, Дель-центрисовку. Ну, Дель-центрисовку, потому что Дель-центрисовку, а запонение. Значит, да. Это все микракатично. Мы раскладываем до сколько обмотов еще за другом. Значит, и мы вообще говорили, что стеки квадратично, когда мы решили в точках поля квадрата, чтобы было среднепракатично. Но вот тут я подсказываю, что не надо лишнее обозначать лишнюю значок относительно писать. И так сейчас. Прекрасно. Так вот теорема. Это классическая теорема. Надо сказать, чтобы познакомиться я с ней по книжной совмещательной математике, это бы было удалось. То есть можно небольшое оживительное выступление. Когда я был студентом, я учился теоретическим механиком. Т.е. моя специализация теоретической механики. И со второго творчества я посещал ленции своего научного творения, которого учился Владимир Васильевич Козлов. Человек достаточно большого рукозора. И я, в общем-то, всегда об этом вспоминаю. Так вот в одной из лекций по классическим механикам он произнес такую замечательную фразу, что известный математик Эдмон Пландау не путать с нашими замечательными физиками. Он доверяющий Пландау. Но дальше уже не важно, что было. Тут я узнал, но в этот момент я узнал, что есть такой Эдмон Пландау, в немецкий математик. Теоретик Вячеславик. Который я-то принадлежу теперь другой живописище, так что надо наоборот, чтобы пользоваться у него великий, я думаю, Ландау. Так вот теорема, которую я уже когда-то слышал Ландау, и мне сейчас трудно точно сказать, что это не очень важный, но в скобках написаны имена, с которыми эта теорема связана, не значит, что им эту теорему они доказали. Значит, тут надо разводить и переделать. То есть то, что я сформулирую как теорему сейчас, это не теорема, это то, что я вижу, когда я смотрю на теорему Лудо, Франея, Вандау. Литон Дупинг, наверное, начал делать, сделал все Франею, то есть сложение, которое я услышал, я прочитал книжку Вандау, а рассказываю еще что-то третье, более-менее простое, чтобы понятно было слушать. Так вот, царя вам утверждают, что ДУ есть У маленькая от единицы, когда У стремится к бесконечности. То есть вот ЭР вот зачастую стремится к ГУ, когда У стремится к бесконечности. К сожалению, сейчас у нас не так много времени, чтобы рассказывать о аналитических церкви, и учитывать. Вот тем не менее, я больше не могу сказать. Есть знаменитая церковь церковь, говоришь я так. Это функция конверсного переменного, по которой знаменитая гипотеза есть, что все линии этой функции лежат на прямой, РЕС равно одна вторая. А ТЕРИВА, АДАМА, ВАЛЕФУССЕ, ЧТОБ НА ПРЯМОЙ РЕС без равной единицы нет нулей. Тут церковь церковь церковь. В своё время, конец 19-го река, теория вам о том, что он на прямой, нет нулей в фугусе РЕВА, была действительно удающимся проблемой. Потому что для этого утверждения эквивалентного участка снизу следовало асимптотическая формула для этого простого числа, что ПН, это эквивалентно Н в логарифм Н, то есть лимит. Снимящимся, испанящимся. Если я взял Н, то и простое вещество, написал Н в логарифм Н, то есть единицы. То есть Н, то и простое вещество приблизительно Н в логарифм Н. Так вот, то, что я сейчас написал, это следствие. От этого утверждения, как ни странно, утверждение о распределении рациональных чисел, это следствие, на самом деле, эквивалентной формировки. Это следствие отсутствия нулей на зета. от с на прямой рель с равной единице. То есть это следствие того, глубочайшего фанта, того, как показал, построил декоратив со статистически в таком расследовании простых чисел. Ну, в проведущий момент, на самом деле, Лизон Лук там доказал, что он спрашивает, что он спрашивает, что он спрашивает, что он спрашивает, что он спрашивает. А вот тут было написано фамилия Франеля, а я суммирую, что такое теорема Франеля. Итак, теорема Франеля, она утверждает вот что, что та страшная, ужасная и великая гипотеза Риммана, впрочем, гипотезу Риммана, то есть силу ее величия в науке, принято обозначать специально эра-наш, эра-та Риммана в нашей гипотезе. Так вот, гипотеза Риммана, а на тех моментах, то есть это то же самое, что следующее утверждение, что для любого гипотеза он больше 0, ДФУ есть О большое, а в ТУ стекле минус 1. По правому гипотезу Риммана, вот я не струблировал, здесь струблирование вполне понятно, если я не сказал, что такое функция Риммана. Собственно, функция Риммана — это комплексная функция, извините, вот такое, единица на n в стекле, s — это комплексное число, и продолженная на всю комплексную плоскость, только вот эта определенная область рез больше единицы, а ее надо как-то продолжить на всю комплексную плоскость, в том числе, что такое великое гипотеза Риммана, одна из самых мыслей основная задача Риммана, и говорят на вот таком вот утверждению о нашем тропеарх Форрея, что вот если мы, походу, на средне педагогротичное обладение кроме Форрея от равномерной сетки, то оно вот стремится к нулю вот в таком порядке. Вот поэтому я и сказал, что это восстановлено, есть постановка классическая, она связана с единичной проблемой человечества. Сейчас мы перейдем к вопросу, он связан с последовательностью Штернского форума, и окажется, что аналогичная задача для последовательности Штернского форума находится в достаточно неувлетворительном состоянии. на самом деле, что у нас есть, есть результат, что этот дарок устремится к нулю, и, в общем, ничего более, нет, нет никаких поздоров, что он достаточно быстро устремится к нулю. Только давайте этот результат о том, что как может дарок устремиться к нулю, прежде чем переходить не к классическим установкам. вот здесь вот у нас зеленым нарисовано, то, о чем пойдет речь эта вещь, а я сейчас поговорю с этими классическими вещами. Дело в том, что на момент результат его осознания надо немножко по-другому посмотреть, а именно надо посмотреть на него с точки зрения вот этого вот икса, вот этой вот функции распределения. Давайте попробуем вот это величину «Д» а «К» сейчас немножко по-другому проинтерпрессивно.